В своей двери пожарно-техническая выставка Владимирского гарнизона распахнула 43 года назад, 19 апреля, спустя два дня после празднования Дня пожарной охраны по советскому календарю. Трижды за это время меняла свой адрес. С начала из зданий на Краснознаменной 1Б, где сейчас находится Главное управление МЧС, она переехала на Мира-96. А с 2012 года дислоцируется здесь, на базе пожарно-спасательной части 3. Сеть экспонаты – настоящее боевое орудие огнеборцев за два последних века. Раритеты сюда приносили пожарные добровольцы, действующие огнеборцы и объектовые команды. Например, этот исторический колокол прибыл от пожарных из Золоткова, Гусь-Хрустального района. Завидев дымок, они звонили в тревожный колокол. И это было сигналом для того, чтобы команда собирала обоз и выезжала к месту беды. Татьяну Бабкову называют главным летописцем истории пожарной охраны Владимирщины, музеем и центром пропаганды. Она руководит 15 лет. На ее счету несколько печатных изданий. Даже сейчас, к примеру, готовится к выпуску книга, посвященная грядущей дате. По подсчетам Татьяны Николаевны, этот музей только во Владимире посетил каждый сотый житель, а еще и гости из-за рубежа. Студенты американские, японцы, немцы. Иногда оставляли они свои записи. В прошлом году были волонтеры, медики из Германии. По какому-то обмену приезжали. Тоже приятно работать. У них те же проблемы, такие же пожары. Они также борются с этой бедой. За год где-то от 6,5, но в прошлом году даже почти 8 было тысяч. Для нашего Владимира, 300-тысячного населения, я считаю, что это хороший показатель. Эти картины тоже можно считать достоянием музея пожарной охраны. Такой подарок в прошлом году Владимирскому гарнизону презентовала студентка технологического колледжа Виктория Самодарова. Побывав здесь на экскурсии, вдохновившей службы пожарных, она в течение месяца расписывала стены части акриловыми красками. Ну а в этом году в честь круглой даты в регионе пройдет порядка 100 мероприятий. В сам праздник 30 апреля ветераны, огнеборцы и боевая техника примут участие в торжественном параде. Накануне, 29 апреля, гарнизон проведет показательные выступления. А 24 апреля у здания главного управления состоится открытие новой исторической экспозиции из четырех единиц боевой техники. На постаменте идут последние приготовления. Кроме того, нынешний огнеборцы заложат капсулу с посланием для подонков, которым предстоит отметить 400 лет пожарной охраны. Форма у капсулы символическая в виде пожарного ствола. Мы готовим, так скажем, летопись, послание, определенный текст, возможно еще какие-то материалы. Мы сейчас предложение все собираем. Это все будет закладываться, там подготовлено будет бетонное основание в капсулу. И накрываться камнем, на котором и будет уже написано вот это послание, и когда оно должно будет вскрываться и просматриваться. Церемония состоится у памятника пожарному и спасателю. О всех праздничных мероприятиях региональный главк МЧС будет информировать на своем сайте.